всем всем доброго дня я снова с вами мы снова вместе а это новости и только по таким поводам беспокоил вас и поэтому хочу представить вашему вниманию что-то такое полубюджетные полуполубюджетные то есть япона 5 назовем так япона 5 почему полубюджетные потому что во-первых шлифовка не максимальная сэкономил ковка минимальная также сэкономил но минимальный как это 4 пластины 4 пластины вместе собираются только четыре штуки и расковываются наше понятие это представление иметь расковываются в одну упаковку за счет чего так как 4 пластины всего лишь это 8 а сталь инструментальная я экономлю за счет этого опять же средства и опять же то есть цена падает настроение поднимается вот давайте покажу что у меня получилось а у меня уже получилось вот первый такая вот таким вот носиком носик как всегда нестандартно сегодня вот я тут короче время затерлась у 8 то есть восьмерочка затерлась а 4 это то что из 4 4 слойный пакет и от нас ты год тоже потерся но все же его видно это не может не радовать вот такие комиссорки это уже более в классике такой как бы но европейского типа видите одинаковые лезвие с обоих сторон тут все закруглено все закатано то есть как бы все заточено под то чтобы пользователю ничто не царапало не ерзала ну кого здесь у нас 8 8 тоже под затерлась у меня в принципе у и 8 вот эти вот символы они у меня уже смялись девятка тоже свой единичка тоже смятый но как-то пробивается у меня просто клейман долго не живут вот такие вот бюджетные варианты конечно к цене бюджетам добавляется упаковка упаковка вы сами тоже восьмерка затерлась ну надо же просто уже не пробивается у меня вот реально не пробивается четверку 10 клуб а потом что-то не за передумал дальше тут что-то делать поэтому четверочка вот еще есть вот так вот вот так вот рабочие варианты будут а я не показываю совсем вот что я вам за вогнутость забабахал а это вот такая давайте повторюсь давайте вернусь хоп хоп конечно же лепесток тончайший вышел я принципе даже не собиралась такой делать просто так так оно все произошло вот здесь уже японский тип видите лезвие разной ширины ай вот как-то так то должен видеть пытался писать а потом написал здесь но со мной восьмерка затерлась и 19 принципе в общем не знаю в китае заказал тоже клейма но не их вообще примут они как одноразовые ну как один может максимум два раза стукнул все ударил то есть и до свидания клеймо их после заказывать даже мало того что там по деньгам не интересно там они не такие уж и дорогие но пока не оттуда катят два месяца два с половиной я просто вот сейчас надо ткнуть а у меня нечем вот как-то так и крайний вариант они все чуть-чуть отличаются где-то фасочками где-то лезвиями вот тоже ведь европейской лезвия извините и наверное не будут нет не будут они же скачать хотя вот этот вот наверно ухты ухты ёхты какая голосистая ну правильно тут лепесток тончайшие прям ладненько и что еще к ценнику добавится вот они принципе сейчас вот на данный момент максимально сэкономлены сэкономлено во всем можно было еще сэкономить он прям там уже реальная была дрань вот вам надо например вот допустим вот такую вот бритву но чтобы у него лезвие было не такое как сейчас а прямо крупная дрань все кругом тоже такая крупная дрань была бы я бы сэкономил на шлифовки деньги небольшие но рублей 600 800 еще бы сэкономил но то есть как бы пускай это бюджетный вариант но он должен как-то радовать как-то даже тот же глаз как говорится должен радоваться и что я под них заказал не сам делаю заказал из массива бука то есть из цельного бука они из кусочков не из яичков там не из фанерок а из массива бука бука древесина такая жесткая пять шкатулок на петельках замочками там их вот 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 прямо завтра послезавтра начнут уже резать то программку сосряпали на чпу таком серьезном чпу то есть не вот какой-то там настойник и я у них хотя к шкатулочки покупаю но шкатулочка мне я так рассчитываю что обойдется где-то к двум тысячам ценник я так думаю что где-то к двум тысячам поэтому вот к цене пример бритвы прибавляется еще ну давайте круглим до 2000 там будет ложемент который я уже купил который тоже стоит хорошо то есть один ложементом не очень дорого 170 по моему рублей там в одну шкатулку ставочка буду вырезать под каждую бритвку то вставлять никаких шпенечков никаких делов то есть я почему так делаю потому что вы наверно видели уже многие много раз видели как я выкорячиваюсь с шкатулками из массива там разные древесины ценный но это как бы никто не ценил это как-то никому не нужно то есть мне купить пример даже вот кусок просто обычной корейской березы не стабилизированный просто брусочек такой чтобы из нее сделать шкатулку еще не факт что получится потому что там всплывают внутри всякие казусы которые заставляют выкидывать эти заготовки даже так вот но допустим если все хорошо получилось то вот этот вот кусочек на шкатулку небольшой курсовчик сейчас помню цену сколько же меня за него просят где-то рублей около 700 по-моему где-то 700 то есть вот за 700 рублей куплю гору работы перевалю инструмент перекидаю получится не получится не знаю то есть как бы всегда вот так вот и потом в итоге это будет просто валяться на сайте то есть на складе уже получается реально это и все ну как говорится вам не надо мне надо а уж эти пускай сделают да специалисты по шкатулкам пускай сделают плачу положу так так что как то так и что получается то бритва по сути бюджеты бритве цена в районе с месяц за точкой в районе это 5000 потому что сейчас спрашивает а какая цена почему не говоришь а я не считаю еще во время работы но так скидку я все-таки прикинул вот ради того чтобы я мог ответить на данный вопрос если спросят и вот чтобы как будто даже такие вопросы не возникали я уже заранее это проговариваю и в районе 5000 ценник у этой бритвы у любой бритвы заточенные уже но шкатулка 2000 и в итоге в районе 7 опять же плюс-минус новой районе 7 вот смотрите сами но опять же если брать из ширпотреба самого такого бросового японского то там предлагали пример вот я вот просто звонил спрашивал в россии торгуют бритвами которые сложно назвать бритвой сложно назвать вообще каким-то изделием с пластмассовой ручкой какой-то такой ну очень много китай хотя мадан япон написано вот и вот за нее просят что-то в районе там сети и вот как-то так сейчас даже взгляну скажу точнее ну вот не буду голословным вот смотрите сами вот такая байда не займешь картошку чистить может подойдет конечно не знаю вот у нее ценник 9 750 то есть вместе с доставкой она вам обойдется 50 практически 11000 она выйдет вот смотрите сами ну вот у меня примерно кухни такой нож картошку чистить обсудите сами дорого это или недорого у меня то есть получается что без шкатулки в районе пятака с шкатулкой в районе 7 из полноценной стали я вам сказки сочинять не буду лапшу на уши вешь не буду что там сталь намывалась в ручье я его руками намывал сидел там в этом ручье там это не реально и невозможно если кто-то вдруг захотел поверить в эту сказку то разочарую нет невозможно и в итоге предлагаю вашу внимание настоящий реальный бритвы за настоящую реальную доступную стоимость вот как то так сейчас я думаю мне еще наверно нет 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 не буду так даже думать хотел просто начать затачивать затачивать я сейчас не успею потому что время минут 20 остается надо бежать другой работы заниматься до 20 минут я только могу накосячить и поэтому все и поэтому увидимся думаю может я покажу вам уже что-то в шкатулках а может и не буду примеру прошлой бритвы я не показывала уже обзор заточенных бритв потому что я понял что это никому не интересно и не надо почему я так понял да потому что я спрашивал показать тому заточенные бритвы волоса порубать там на ней там красиво показать супер заточку там еще что-то там никто не откликнулся но я так и понял что смысле зачем навязываться тут со своим обзором который никому не интересен вот как бы так я их просто развесил на сайте просто на вертушке даже да даже на поводу на вертушке даже не крутанул поэтому не было видео этих вот крученных ярченых и все они просто теперь на сайте на самом верху в разделе у 8 и 10 новые те бритвы предыдущие вот как-то так что еще что еще да по поводу дамаска но дамаска этот который оставался его у меня ушел в заказ заказ я вот сделал после между стало скучно я сделал вот комиссоре и весь дамаск ушел на заказ почему туда ушел они на сайт то потому что там двадцатку платят просто за один одну железку просто вот вот кусок железки вот такой кусок железки как готовый то есть вот лезвие готовы не протравлено даже не заточена просто просто и за это двадцатка то есть деньги сразу поэтому я туда их пульнул а тот дамаск который еще производится он я думаю что на этой неделе все таки его смогу уже до произвести и начать уже подбирать какие модельки вырезать за этого дамаска что делать какую сторону смотреть но модельки у меня здесь под рукой конечно нет а ну как всегда когда нужно показать под рукой ничего не а нет вот вот такую модельку и базаре хочу сделать вогнутую из дамаска обязательно и там уже дальше по ходу буду смотреть то есть на что класс какой цели ажет на куда душа посмотрит какую сторону то и будет производиться все на этом все вот как бы обзору конец кто слушал как говорится молодец все до новых встреч увидимся